Дорогие друзья, всем привет! Я сегодня решила записать довольно-таки, я думаю, полезное видео. Я на это надеюсь. Родилась у меня эта идея случайно. Что это вообще за идея, я сейчас вам расскажу подробнее. Я очень часто использую в своих заливках пластиковые стаканчики. Маленькие, большие, средние. И, естественно, они сразу же идут на выброс, если мы говорим об эпоксидной смоле. Поскольку, если замешивать эпоксидную смолу несколько раз в одном стаканчике, от предыдущих заливок она начинает крошиться и вмешиваться в свежую смолу. Из-за этого, получается, заливки не совсем ровные. И это выглядит неаккуратно. Поэтому мной было принято решение сделать силиконовые стаканчики, то есть многоразовые. Для этого я буду использовать один большой стакан, мини-стаканчик, я туда уже насыпала камни в качестве утяжеления. Потом один бумажный стаканчик из-под кофе. И средний пластиковый стаканчик, также с утяжелителями. Что мы будем сами делать? В первую очередь, давайте остановимся на этом стаканчике. Нам необходимо будет его обрезать. Мы выбираем высоту нашего будущего силиконового стаканчика. Поскольку у нас в связке здесь идут мини-стаканчик и большой, из-за его ширины, нам необходимо выбрать высоту данного стаканчика. Как мы видим, у нас есть ободок, выше которого мы наливать, естественно, спалу уже не можем. Но этот ободок дает расширение наверху, и силикон будет заливать очень неудобно. Поэтому я предлагаю что сделать. Высыпаем камушки и обрезаем вот эту каемочку. Нужно постараться сделать это как можно аккуратнее. Поскольку таким образом стаканчик мы ослабляем. Он стал мягче. Обратно кладем наши камушки. Лучше даже положить немножко камушков помельче. Поскольку наша форма деформируется таким образом. Вот такой стаканчик нам не нужен. Не нужен ровный. Поэтому корректируем его форму сразу камушками. Примерно так. Также обрезаем наш большой стаканчик. Примерно вот на таком расстоянии. Расстояние. Давайте посмотрим. Примерно получается вот так. То есть силикон нам нужно будет заливать вот сюда. Самый низ. Но перед этим нам нужно будет сделать донышко. Силиконовое. Чтобы оно было достаточно таким плотным. Иначе если дно у стаканчика тонкое. У нас он просто порвется. Нам это ни к чему. Поэтому пока отставляем. То же самое делаем с большим стаканчиком. И с бумажным. Вместо камней вы также можете использовать песок. Это наверное даже было бы более правильно. Чтобы наша форма не деформировалась. Теперь нам необходимо в первую очередь залить донышко у обоих стаканчиков. Эти пока камушки отставим. И подождать часа три. Для того чтобы наша донышко схватилась. Поэтому замешиваем наш силикон. Силикон я буду использовать Artline Silicon Rubber. Он очень удобный и текучий. Замешиваем. Я думаю нам понадобится для начала грамм 80 всего силикона. То есть по 40 грамм каждого компонента. Давайте заливать. 40. Обнуляем. И еще 40. Готово. Теперь вымешиваем. Нам необходимо тщательно перемешать оба компонента силикона. Для того чтобы он затвердел как положено. Необходимо собрать все со стенок. И с дна баночки. Так. Примерим еще раз. Стаканчик. В принципе такой высокий бумажный нам не нужен. Но я боюсь он потеряет форму. Поэтому придется заливать очень аккуратно. Теперь заливаем в наши формочки силикон. Вот такого дна нам будет здесь достаточно. И заливаем сюда. Простучим. Для того чтобы вышли все остаточные пузырьки воздуха. Чтобы они нам не использовали саму форму. В дальнейшем. Саму форму из эпоксидки я имею ввиду. И также простукиваем этот стаканчик. Теперь оставляем минимум часа на 3. До полного отверждения силикона. Поскольку у нас слой достаточно маленький. И за 3 часа он спокойно затвердеет. Рекомендую вам чем-нибудь накрыть. В стаканчике для того чтобы силикон не испачкался. В пыли, в насекомых и так далее. Я буду использовать пластиковые пакетики. Слофановые. Все. В таком виде оставляем застывать наш силикон. Дорогие друзья. Прошло даже меньше 3 часов. Часа наверное 1,5-2. И силикон в наших стаканчиках застыл. Вот. Застывший. Теперь мы ставим наши стаканчики с камушками. Распределяем их по центру других стаканчиков внешних. То же самое и здесь. Ровно по центру. Где-то вот так. И замешиваем новый раствор силикона. Сколько нам потребуется не знаю. Если не хватит будем замешивать. То есть все как обычно. Получается донышко силиконовое у нас уже готово. Теперь мы доливаем по сути стенки. Даже если силикон уже как раз застыл. Как в нашем случае. В моем случае. Он хорошо соединится с еще жидким силиконом. Это очень кстати здорово. Так. Силикон замешали. Сейчас оттуда выйдут пузырьки. Мне больше нравится когда их уже нет в стаканчике. В самом. В котором мы замешивали силикон. Слегка простукиваем его. То есть создаем вибрацию для выхода пузырьков. И заливаем. Я думаю начнем сначала с маленького. У меня ветрено. Поскольку я работаю в беседке. То есть на свежем воздухе практически. Поэтому нужно заливать очень аккуратно. Поскольку у нас пузырьки выходят. Форма немножко оседает. Со временем. Также можно немножко простучать. Но остались уже у нас мелкие пузырьки. Поэтому они нам мешать особо не будут. И теперь заливаем в большую форму. Как видите силикона у меня осталось достаточно мало. Сейчас нужно будет домешивать. Еще немного. Чуть-чуть выровняю. Вот так наш стаканчик. И также заливаем. Напомню, что время жизни у нашего силикона, у данного силикона 20 минут. То есть за это время мы должны силикон влить в форму. Иначе он успеет застыть. Точнее подстыть. И замешиваем еще один стаканчик. Итак, силикон мы долили. Я немножко приблизила, чтобы вам было лучше видно. Здесь до верхушки у нас буквально полсантиметрика. Где-то так. Даже чуть больше. Оставляем в таком виде до полного застывания силикона. И конечно же закрываем пакетиками. Чтобы не впадала никакая пыль и грязь. Я думаю в данном случае мы стаканчики оставляем где-то около 10 часов. Время застывания, как я уже говорила, зависит от объема залитого силикона. Поэтому все. Оставляем застывать. Наши силиконовые формы высохли. Прошло где-то часов 5. Может быть меньше. Давайте попробуем с маленькой сначала. Сначала высыпем камушки. И теперь отделяем наш пластиковый стаканчик. Все. Так, теперь нам необходимо снять внешний стаканчик. Вот что у нас получилось. Многоразовый стаканчик для эпоксидной смолы у нас готов. Вот так он выглядит. Дно у нас получилось толщиной где-то 3 миллиметра. Слушайте, в принципе очень удобно. Здорово, мне нравится. Так, теперь касаемо большого стаканчика. И отделяем центральный стаканчик. Никакой разделитель в данном случае я не использовала для того, чтобы снимать форму. Сколько она снимается, так прекрасно. Так, теперь нам необходимо освободить всюду силикон. Давайте разрежем стаканчик, чтобы нам было проще это сделать. Как ожидалось, он не триматовый, поскольку он соприкасался с бумагой. Бумага, как вы видите, не приклеивается. И большой стаканчик готов. Вот, кстати, видна разница пластикового стакана и бумажного. Силикон принимает тот внешний вид формы, в котором мы его заливаем. А внутри поверхность, вот, ребристая и глянцевая. Слушайте, как классно. Мне прям нравится. Теперь останется попробовать его в заливке. То есть смешать в нем эпоксидную смолу. Попробую взять маленький стаканчик и замешаю в нем смолу. Надо же сразу опробовать. И также попробуем потом эпоксидную смолу эту отодрать. Уже завтра от стаканчика. Ставим стаканчик на весы. Он у нас имеет вес 105 грамм. Кстати, сколько весит большой? 250. То есть, я так думаю, что столько же как раз ушло из силикона. 150 и 250. Тем более в большом стаканчике у нас дно получилось гораздо толще. Берем маленький, обнуляем весы и наливаем эпоксидочку. И теперь размешиваем смолу. Дорогие друзья, прошли наши сутки. И я хочу показать, как мы легко сможем избавиться от смолы, если использовать силиконовый стаканчик для смешивания. Вот он, стаканчик. Смотрите, смола уже с него отлично сходит. Она просто отшколупливается. Либо мы можем стаканчик вывернуть наизнанку. Все лишнее стрясти с него и сполоснуть в воде. Итак, в воде мы его сполоснули. Теперь так же выворачиваем и даем ему просохнуть. Все. Можем дальше его использовать. Это очень удобно. Так что, друзья, рекомендую. Стаканчики многоразовые из силикона для смешивания эпоксидной смолы. Если мое видео оказалось вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите комментарии, вопросы. Будем очень рады на них ответить. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok